Привет! Мы находимся в магазине Dessort и тема сегодняшней лекции фаска на ламинате. Нужна она или нет? Для чего служат? И вообще что это такое? Вот с этого я и начну. Что такое фаска? Когда доски стыкуются между собой, по их краям есть вот такое углубление. Оно делается разными способами, об этом расскажу чуть позже. Ну вот обрамление по краям ламинатной доски, это называется фаска. То есть в месте стыковок досок у вас получается такая выемка. Значит, на сегодняшний день фактически есть три вида стыковок ламината. Стыковка без фаски, стыковка с V-образной фаской и стыковка с U-образной, или еще ее называют завальцованной, или еще ее называют выдавленной фаской. Значит, ламинат без фаски понятно. Состыковали две доски, получается гладкая поверхность. Состыковали ламинат с V-образной фаской, понятно, ну вот такой уголочек у нас на месте стыковок, стыковки досок, как по короткой стороне, так и по длинной. То есть фаска с четырех сторон. Иногда бывает фаска с двух сторон, только по длинным сторонам, но очень-очень редко на ламинате. И фаска U-образная, она тоже, ну вот на данный момент я нигде с двух сторон не видел, только четырехстороннюю видел. Чем отличается V-образная от U-образной фаски? Они отличаются технологией изготовления. Значит, V-образная фаска, это берется доска ламината и краешек спиливается просто. И вот это место красится специальной водостойкой краской. Краска может быть как в цвет ламината, так и в контраст. U-образная фаска чем отличается? Вот если здесь все, отрезали край ламината, отрезали также и защитный слой, и бумагу, декор бумагу, которая сверх ламината, то здесь сохраняют как декор бумагу, так и защитный слой, и эту фаску выдавливают, продавливают. И как правило, такой ламинат с такой фаской водостойкий, повышенной водостойкостью. Сейчас я объясню почему тоже. Рассказывал об этом в других видео, но и здесь тоже расскажу. То есть здесь сохранили как защитный слой, так и декор бумагу. То есть в этом месте рисунок не кончается, а продолжается как бы доска. Значит, представим себе вот такой ламинат, все три вида, и налили на него сверху воду. Будем считать, что качество ламината везде одинаково, отличается только именно фаской. Что произойдет? Вот давайте посмотрим. Вода сюда залилась, край ламината у нас немного разбух, поднялся. Вот я нарисовал тут черненький такую. И мы получили задранный край ламината, что бывает не только от воды, но и от высокой влажности. На недорогом ламинате проявляется достаточно быстро. Чем более качественный ламинат, тем это происходит медленнее. Взяли ламинат с фаской. Вода пролилась тоже внутрь. И ламинат у нас фактически разбухает вот здесь. И краешка у него поднимается тоже вот здесь и вот здесь. Вот это место нам не видно. Вот это место поднялось и здесь поднялось. Мы тоже этого, мы это увидим гораздо меньше. Почему? Потому что здесь вот эти поднятия, они находятся рядом друг с другом. Мы получаем такой пик. А здесь вот эти поднятия находятся на расстоянии друг от друга. И там это далеко не так заметно. То есть если на ровной поверхности сделать бугорок, как здесь, видно очень сильно. А здесь деформацию видно не очень сильно. Что касается у-образной фаски. Во-первых, сама по себе вот эта технология, она уплотняет ламинат вот в этом месте. То есть его же выдавили здесь. Вот здесь плита более высокой плотности. Поскольку плита более высокой плотности, она меньше разбухает. Даже если у вас проникла сюда вода, то есть разбухнет, такая фаска меньше. Но кроме того, как я говорил, такую фаску делают только на водостойком ламинате. С повышенной водостойкостью. И здесь сама вся плита плотнее. И что важно, замок здесь делается немного по другой технологии. Он очень плотный. И вода просто фактически стоит на такой фаске. Вот когда вот сюда налили, если у вас ровные полы ламинат уложен правильно, вода, вот капелька воды вот сюда вот не попадет. Он останется сверху. И у вас не будет никаких проблем, ламинат у вас не разбухнет. Значит, воздействие грязи на такой ламинат. Значит, смотрите. Идеально ровных поверхностей не бывает. И грязь, куда она попадает, она попадает на место стыка ламината. Как раз там, где фаска есть или фаски нет. Вот у нас сюда попала грязь. Вот у нас здесь лежит. Ламинат доски одна немного по высоте всегда отличаются от другой. Чем качественнее ламинат, тем этот перепад меньше. Но всегда он есть. И вот со временем вот такие на ламинате, особенно без фаскет видно, появляются полосочки более темные. Это как раз грязь забивается в щель между досками. На самом деле, это даже не щель появляется, а вот ступенечка между досками, она есть. Разные ста ламината, здесь грязь. Мы наступаем и втаптываем ее внутрь. То есть, когда ламинат без фаски, мы грязь втаптываем в место, где соединяются две доски. И со временем появляется вот эта темная половка. Значит, когда у нас есть V-образная фаска, у нас точно так же грязь лежит на месте стыка двух досок. Но она попала внутрь вот этой V-образной фаски. И когда мы ногой сверху наступаем вот здесь вот, то мы не можем приложить усилия к грязи. Она там просто лежит, мы ее не втаптываем. А потом мы отсюда ее убираем веником, тряпочкой, пылесосом. То есть, соответственно, грязь не втаптывается сюда. Она втаптывается медленнее. Даже когда она втопталась со временем, поскольку V-образная фаска это как бы уже нарисованное какое-то, но красиво нарисованное соединение мест ламината, далеко не так видно втоптавшуюся грязь в таком случае. То есть, фаска здесь это хорошо. Что касается U-образной фаски, здесь все то же самое. Грязь попала сюда, но мы помним, что само более плотный. Мы также не можем на нее наступить, потому что мы выходим вот здесь вот. И на грязь мы не давим. Грязь не втаптывается, и она спокойно оттуда убирается веником, пылесосом, тряпкой. Ну, как угодно. Следующий момент. Дефекты на ламинате. Ну, здесь речь идет о чем? Например, у вас не идеально ровный пол, и ламинат разошелся немножечко, вместе с тыков. Вот здесь. Вот так. Если у вас появилась щель на ламинате без фаски, ее очень хорошо заметно. На ламинате с фаской ее тоже заметно, но гораздо меньше, потому что эта щель уже заранее была нарисована вот этой V-образной галочкой. Что касается U-образного ламината. Здесь ситуация примерно такая же, как на V-образной фаске. То есть, поскольку там фаска есть, заметно меньше. На самом деле, чуть больше заметно, если вдруг замок здесь расходится, чем здесь. Вот. Но сам замок, как я говорил, здесь плотнее и более высоко точно. Здесь вот мы такое наблюдаем гораздо реже. На U-образной фаске. Что касается внешнего вида. Я здесь поставил большое равно. Что это означает? Ну, тут кому как нравится на самом деле. Кому-то нравится ламинат с фаской, кому-то нравится без фаски, кому-то нравится с U-образной фаской. Тут дело вкуса исключительно. Единственное, что я вам расскажу, откуда вообще фаска взялась. На самом деле, когда производители придумали фаску, они не преследовали технических целей, о чем я говорил, чтобы там меньше было видно воздействия воды, меньше было видно воздействия грязи или деформации. Идея была совершенно другая. Вот фаска – это имитация натурального массива. То есть, хотели придать внешнему виду ламината, то есть, приблизить его к внешнему виду натуральной доски. В натуральной доске есть всегда фаска на массивной. И сделали такую фаску. Итог, потом, спустя несколько лет, производители поняли, что это отлично, это не только красиво, но это еще и лучше держит воду, скрывает грязь и скрывает дефекты. Поэтому сейчас там больше 90% ламината, выпускаемых коллекций, особенно в среднем-среднем плюс-сегменте, делается именно с фаской. То есть, фаска позволяет продлить срок службы ламината, то есть, то время, когда он выглядит более новым. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, приходите к нам в магазин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok